Залп из четырёх орудий в поле под Мариуполем. Артиллерийская батарея работает в 8 километрах по прямой от промзоны. Цель выбегающей из укрытий в сторону города украинские нацгвардейцы. Четыре снаряда со скоростью 565 метров в секунду улетают в сторону Азов-Стали. Так ствольная артиллерия народной милиции ДНР поддерживает пехотинцев, которые борются с боевиками националистического батальона Азов. Держись! Тридцать! Три! 122-миллиметровые осколочные мины отправляют из Саушек с интервалом в 15 секунд. За 10 минут до огневого налёта из самоходов выкинули 100 гильз. Внутри гвоздики – это ещё одно название арт-установки «Дым от пороха». Под башней тесно. В бронежилете и каске я с большим трудом уместился среди трёх военнослужащих. Заряжающий подаёт снаряды в ствол, механик жмёт на тормоз, чтобы машина не отпрыгнула назад во время выстрела. Командир орудия с позывным «Мельник» проверяет введённые координаты. Он в ополчении с 2014 года. Команда, ну, смерть фашистам, шо, а шо они? Доделаем работу дедов, как говорится. Наши деды чуть-чуть не доделали, а мы их доделаем за дедов, чтобы было не так обидно. По два снаряда белым огонь. Этот артиллерийский взвод в основном состоит из бывших шахтёров. Самоходные артиллерийские установки они получили 7 лет назад. Обучались стрельбе на практике. Саушки стоят с интервалом 40 метров и ведут параллельный огонь. Значит, и цели этих мин сконцентрированы на таком же небольшом участке. Ополченцы разгромили большую часть техники противника, укрывающегося на Азовстале и металлургическом комбинате Ильича. Но кое-что могло уцелеть. За сегодняшний день ствольная артиллерия на этой позиции отправила почти 300 мин на захваченную боевиками территорию. Промзона дымилась около часа.